здравствуйте дорогие друзья и вот мы приглашаем вас провести с нами очередной прекрасный вечер сегодня владимир бероев арт-директора крупного рекламного агентства будет рассказывать нам как он прошел как он решил и почему он решил и как он двигается на пути от рекламы к искусству на самом деле это вопрос который занимает очень многих наших слушателей и не только слушателей который важен вообще в современном мире чем художник отличается от дизайнера от видеографа и от других разных очень важных и нужных специальностей так давайте тогда начнем начинаем а сегодня смотрите я подготовил такую некую презентацию да и в это будет будет больше такая неформальная история то есть это не институциональная история я поделюсь своим опытом потому что долгое время начиная с 2001 года я работал в рекламных агентствах в разных так сказать качествах сейчас я уже следующий слайд покажу сейчас три основные позиции три основные направления которые обычно я о себе рассказывают режиссер фотограф или мультимедиа художник то есть эти дисциплины сейчас я развиваю слайдите да значит на нем соответственно те позиции которые в том числе я либо занимал ранее либо занимаю даже сейчас периодически и так значит прежде всего долгое время я работал в рекламной индустрии пришел я сначала на позицию дизайнера причем умел что делать это такие этикетки для меню меню менюшницы всякие визитки прочую ерунду пришел достаточно серьезное агентство дизайнерское там были два маститых таких уже опытных человека это был 2001 год они сидели на тверской очень весело поговорили и в общем то очень хорошо встряхнули на тот предмет чтобы я не обольщался потому как многие компании в которые я тогда заходил со своими очень смешными визитками да еще в костюме я ходил это было тоже очень забавно для дизайнера и в таком виде собственно я заходил в различные рекламные агентства в основном которые занимались дизайном предлагала себя предлагал свои услуги показывал свою странную очень портфоли и только вот эти два человека на тверской мне очень хорошо сказать что через дорогу есть магазин москва иди в него покупай журнала как и собственно давай просвещать через годик нам приходи собственно это мне очень сильно помогло как наверное такие бывают этапы в нашей жизни когда нас очень важно как-то встряхнуть для того чтобы мы соответственно поняли что в общем то даже при всей нашей какой-то крутизне которую может быть мы на тот момент уже приобрели ну как бы так корона корона снимается очень хорошо да для меня тогда корона тоже очень хорошо снялась собственно с этого начался мой путь в дизайне соответственно эти ребята меня к себе так и не взяли но тем не менее очень хорошо мне запомнились я попал в компанию которая занималась изготовлением продукции они сотрудничали с китаем но что купила это работа с большими брендами то есть соответственно компания занималась обслуживанием всевозможных рекламных акций каких-то мероприятий подготовкой промо одежды промо какой-то сувенирки для таких компаний как марс таких компаний как procter & gamble для таких компаний как пепси сигаретные были компании тогда больше были распространены к пивников очень много было и это было тоже очень интересное становление вот дальнейший путь я сейчас еще немножко расскажу сейчас покажу следующий слайд на следующем слайде у меня красиво собраны те бренды те логотипы собственно с которыми мне в том числе удалось поработать за время моей рекламной деятельности пока работал дизайнером арт-директором значит первая как раз позиция у меня была в роли дизайнера дальше буквально через года через два я стал ведущим дизайнером затем перешел в арт-директора и соответственно на позиции арт-директора уже история стала более интересной потому что если сначала мы действительно так называемые фигабрики это у нас так называлось эти сувениры как-то обрабатывали насильно действительно логотипы было ну скажем так хотелось хотелось себя видеть конечно более таком значим виде но это была такая прагматическая такая деятельность обслуживающая то есть там дизайн конечно был очень условный можно так сказать однако через буквально через пару лет я перешел в другую компанию где дизайн относились более серьезно занимались упаковкой упаковкой достаточно серьезных соков водочной продукции так далее это в том числе были соки рич которые до сих пор выпускаются очень много интересных было собственно работ однако самая главная вещь которая меня собственно раздражала вот в этой все упаковочной истории то что там не хватало драматургии на пачке сока яблочного сока как бы вам не хотелось сделать какую-то какую-то креативную вещь там червячок из яблочков и ползает из-под гнившего вот к сожалению так нельзя сделать потому что мы просто сок такой после этого никто не купит вот поэтому соответственно тоже не так давно и нет не так не такое долгое время я проработал в этой истории потом перешел в так называемый эти или рекламу вот эти реклама это уже истории про большие рекламные компании мы называли 360 градусов то есть это могли быть и рекламные ролики как некий такой фаворит наиболее такой мясной такой продукт да потому что мы могли это действительно увидеть потом на телике начиная от самых первых день как таких облачков которые мы генерили на основе бренда соответственно дальше мы пошагово пошагово реализовали целыми командами этот весь процесс это было очень интересно сейчас дальнейших слайдах я расскажу собственно о тех навыков от навыках от тех а то может быть устройство рекламы которые собственно мне лично помогает в дальнейшей моей деятельности потому что уже почти десять лет мне не работают штате рекламных агентств хотя в том числе иногда рекламой занимаюсь это в том числе кормящая для меня история соответственно вот эта база которая была заложена в первом десятилетии двухтысячных нам не очень сильно помогает и мне кажется что какие-то ее основы могут помочь вообще творческим людям а вот потому как очень много некого креатива такого творческого продукта поставленного на поток в рекламе и как ни странно достаточно много творчества давайте двигаться по слайдам дальше сегодня мы вот собственно коснемся нескольких таких терминов в русском языке откровенно говоря не очень такое красивое слово есть рекламщик оно где-то оно даже считается может быть несколько оскорбительным но тем не менее все-таки оно некое собирательное я решил его употреблять и с некой иронией в том числе да в отношении самого себя также мы будем говорить про дизайн и про искусство и про фотошоп и про нереальный про нереальную реальность это собственно некий термин который я ввел вместе со своей уже текущей деятельностью и вот еще одно такое замечательное слово атропизженый а мы это слово тоже немножечко обсудим но на самом деле это конечно шутка это слово я услышал на своем первом ролике ролики который мы снимали вместе с режиссером лео габриадзе и собственно это взялось оно от слова rapid слово замедленное это была замедленная съемка и внутри киношников которые снимали рекламу они собственно так полушуточно но при этом в совершенно понятно говорили что этот материал замедленные съемки а этот обычный и вот они в ошибку называли так описанных так вот собственно кто же такой рекламщик и какое право он имеет прикасаться к искусству давайте немножечко сначала посмотрим на то как представляют рекламщиков очень многие люди я надеюсь вы к таким людям не относитесь но тем не менее даже на тех людей на которых реклама направлена очень многие представляются но вот примерно как на этой замечательном мемасики для меня был очень большой показатель когда одна из моих знакомых бывших одноклассниц такая очень активная устроила достаточно давно уже как раз я был в одном из рекламных агентств она устроила как раз такую встречу выпускников и собственно за столом сидели наши одноклассники однокодки практически все мне так казалось что это люди достаточно прогрессивные современные понимающие в рекламе а вот и помимо прочих разговоров мы в том числе немножко говорили о телевизоре ютюба тогда было меньше и всех сервисов в том числе зума было меньше и и соответственно когда мы стали говорить о телевизоре они стали делиться многие из них да стали делиться какими-то своими передачами сериалами которые они смотрят и когда вдруг дошел разговор почему-то до рекламы они говорили ну конечно на рекламе мы выключаем это какой-то ужас какой-то кошмар в этот момент встал я и сказал ребята блин а я как раз именно в этот момент телевизор то собственно и включаю ради собственно рекламы а что же интересного в рекламной деятельности рекламная деятельность смотрите на самом деле она во многом базируется на дизайне да но это не полностью дизайн потому что вот здесь на этом слайде я собрал два достаточно мощных понятия которые собственно меня и самого волнуют волнуют потому что сейчас я уже во многом перехожу от рекламы в сторону искусства я создаю про те произведения те проекты которые не относятся напрямую какой-то рекламной деятельности более к дизайну так вот если очень грубо разделить то задача дизайна это упростить задача дизайна сделать что-то более понятным более удобным для использования очень часто таким чтобы она фактически на себя не обращала внимания например мы говорим об айфоне конечно замечательную штуку о которой который просто использует ее кто-то использует ее повсеместно в своем быту кто-то о нем мечтает и грезит но на самом деле с виду это простая маленькая обтекаемая очень приятная такая вот коробочка металлическая вот и в которой уже собственно весь мир вся галактика то есть как раз промышленные дизайнеры под началом джонатан на айва в apple соответственно как раз создали такую замечательную штуку которая нас как бы на себя не отвлекает то есть она как бы без таких заусенцев мы с помощью нее решаем какие-то свои задачи а у искусства мы сейчас я хочу подчеркнуть мы конечно сейчас очень сильно утрируем я утрирую у искусства задача во многом чуть ли не прям не прямо противоположная то есть задача искусства в том числе и собрать какие-то болячки даже где-то где их нет обратить на них внимание дизайн в идеале гештальтики закрывает то есть мы об этом не думаем мы продолжаем заниматься какими-то своими повседневными приятными не очень приятными делами но тем не менее просто дизайн красивый дизайн нас начинает окружать это касается вещей касается садов это касается графического дизайна это касается того что нас окружается в транспорте на улице в одежде где угодно искусство же для нас является наоборот таким триггером таким переключателем в сторону каких-то мощных переживаний то есть когда мы хотим обратить внимание может быть и кто-то нам помог художник нам помог обратить наше внимание на те вещи которых мимо которых мы проходили мимо в том числе мы обращаемся к искусству вот безусловно понятие искусства гораздо шире но тем не менее в некоторых моментах дизайн искусства фактически как не знаю как двуглавый орел вот просто в разные стороны так вот а если вернуться к понятию реклама понятию рекламщик очень часто его задача заключается в том числе в эксплуатации и дизайна и где-то искусство ну может быть с перевесом все-таки в дизайн а фактически рекламщик я сейчас при этом говорю о непосредственно о так называемых крейтерах как свое время сказал в generation p если вы читали господин пилерин нам творцы не нужны нам нужны креаторы так вот рекламщик который креатор да то есть который не бухгалтер который даже не менеджер да это именно креативщик это арт директор это копирайтер обычно это человек на самом деле действительно человек оркестр это человек который собирает в себе очень много функций аккумулирует очень много функций одновременно как я здесь перечислил на слайде он может быть писателем художником режиссером фотографом и одновременно ко всему ко всему этому ко всем этим так сказать определениям можно поставить где-то не до то есть не до писатель не до художник не до режиссер не до фотограф не до психолог вот точно так же могу это сказать вам многом себе то есть но в комплексе в комплексе получается вот этот очень мощный такой человек очень мощный специалист очень мощный профессионал который может в зависимости от разных проектов очень быстро погружаться в какие-то новые тематики эти тематики исследовать совмещать их с каким-то с какими-то идеями может быть совершенно парадоксальными совершенно неожиданными и вот эти идеи собственно транслировать и передавать клиенту это если вот так опять же очень-очень грубо на все посмотреть то есть рекламщик очень часто это креативщик рекламщик это часто тот персонаж человек который соединяет соленое с красным и используя и дизайн и используя обращаясь иногда даже где-то к искусству втачивает это все в в рамки продукта клиентского да и собственно этот продукт помогает клиенту собственно рекламировать и продавать в итоге очень важный момент что несмотря на то что в рекламе естественно как и во многих таких творческих дисциплинах есть фрилансеры в основном мы говорим все-таки о том что рекламщик работает не один потому как проекты которыми занимаются в рекламе они обычно достаточно многосложные они требуют специалистов разного уровня и даже если речь идет о креативных специалистах по крайней мере в агентствах рекламных есть такие люди как копирайтер директор дизайнер прошу прощения групп хэд креативный директор всевозможные дальше как сказать поддолжности да вот то есть все эти люди собственно только занимаются креативом а дальше те кто реализуют идеи креативщиков да это может быть уже и режиссеры операторы осветители художники иллюстраторы кто угодно в общем то есть обычно все таки реклама это комплексный продукт и поэтому например когда мы разговариваем с художниками которые пришли именно со стороны именно художников которые в общем то работают сами по себе которые работают в одиночку конечно очень часто это художнику немножко сложно понять вот эту командную историю по той простой причине что здесь каждый человек кто работает в рекламе он конечно должен понимать и отдавать себе отчет что он создает комплексный продукт и в определенные моменты как бы не хотелось ему заниматься перфекционизмом ведь перфекционизм очень важно в определенные рамки все таки вместить именно потому чтобы дать место тем или иным другим специалистам собственно достроить свою часть вот потому что очень часто та позиция с которой видит например арт-директор или копирайтер эта позиция не всеобъемлющая для продукта то есть как раз в рекламе очень часто собирается такая комплексная история для того чтобы ну в итоге как ни странно да продавать продукт в основе хотя сейчас 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 штрих да потому что сейчас у нас пандемия куда все это развернется я думаю что будут тоже подвижки безусловно но по крайней мере буквально два месяца назад все таки история была такая что много рекламных продуктов оно все таки начало уходить в сторону какого-то арта если говорить о фестивальных каких-то рекламных компаниях да именно потому что это позволяет тому или иному бренду скажем так создавать некий имиджевый продукт имидж вокруг своего бренда что тоже немаловажно мы тоже я думаю что об этом еще сегодня поговорим и так рекламщик работает в команде да рекламщик не один рекламщик это большая часть здесь пример достаточно старой картинки очень известного такого человека дэйв хилл фотографа риту шара даже по этой картинке вы так прекрасно это понимаете но в по этой картинке можно определить что достаточно комплексная история чтобы сделать вот такой рекламный принц то есть здесь изображена машина здесь в любом случае уже довольно большое количество актеров здесь есть определенная локация и даже за теми людьми которых мы сейчас видим на картинке кроется стоит еще еще много других например тот же кастинг директор тот который этих актеров собственно набирал выбирал локейшн менеджер который искал эту локацию соответственно те люди кто придумывали эту концепцию утверждал это в том числе и манагеры и менеджеры то есть вот и стратег в общем много-много сейчас я об этом немножко дальше расскажу побольше то есть комплексный продукт подтверждение такое очень 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 упрощенная схема как собственно продукт приходит в рекламную компанию что с ним собственно происходит соответственно с левой стороны мы видим клиентскую часть клиент платит деньги клиент заказывает музыку у клиента выходит новый продукт у клиента выходит новая услуга клиент хочет рассказать о своем бренде ну естественно ему не хватает для этого каких-то творческих способностей поэтому он обращается в рекламное агентство обычно это идет коммуникация на уровне менеджеров на уровне аккаунт сердца проект через менеджер и приходит в агентство либо через тендер либо если уже тендер выгlaf то например клиент уже сразу обращается в агентство который его ведет занимается 1979 бреда этим занимается его продуктами менеджер вместе с а стратегом да здесь можно lane стратега Соответственно, беру… Да, очень важный момент, с чем приходит клиент. Клиент приходит с так называемым брифом. Бриф – это техническое задание, но больше, чем техническое задание. То есть в брифе, обычно именно в клиентском брифе, клиент, собственно, описывает, какова его общая задача сейчас. То есть есть, например, новый сок, у него появились какие-то пять новых вкусов. Эти вкусы он хочет прорекламировать. При этом, возможно, он уже понимает свою аудиторию. То есть это, например, городские жители с возрастом ядро целевой аудитории от 25 до 40 лет, жизнерадостные, любящие путешествовать, бла-бла-бла-бла-бла. Очень хорошо, если эти понятия, в том числе целевая аудитория, они конкретизированы, но очень часто бывает, конечно, достаточно общий и размытый. Так вот, задача менеджера, задача стратега – из вот этого клиентского брифа переформатировать, перекомпилировать его в такую более точную историю. Например, окей, например, если даже не сокт, окей, банк, например. Сейчас мне проще будет об этом сказать. Например, мы выясняем, что, оказывается, все филиалы какого-то банка находятся в исторических зданиях. То есть, возможно, этот так называемый инсайт стратег вытаскивает. То есть он перерабатывает клиентский бриф, он общается с клиентом, он занимается определенной такой поисковой работой, исследовательской работой. Для того, чтобы переработать клиентский бриф, так называемый креативный бриф. И именно с креативным брифом он идет внутри агентства в креативную команду. То есть это как раз те балбесы, которые занимаются придумыванием вот этих идей. Почему это происходит? Потому что если напрямую клиентский бриф попадает в креативную команду, креативная команда, очень часто люди нервные, люди творческие, достаточно творческие, по крайней мере. И, конечно, они сразу начнут придираться к каким-то вещам, которые, собственно, не обработаны таким своего рода напильником, собственно, которым работает стратег. Поэтому очень важно на этом моменте вот этот этап переработки клиентского брифа, своего рода перевод с одного языка на другой, с выделением каких-то ключевых особенностей, на которые креативная команда потом может в своих историях опираться. И, собственно, с этим креативным брифом уже работают креативные команды. В крупных рекламных агентствах, в том числе, в которых работал я, конечно, креативных команд несколько. А традиционная креативная команда – это вот такая двойка копирайтер и арт-директора. В принципе, арт-директор больше отвечает за визуальную часть, копирайтер больше отвечает за текстовую, за слоганы и даже за смысловую. Но в целом это некая боевая единица, которая, в общем-то, создает основу, создает некое ядро последующей рекламной кампании, которая, собственно, будет в идеале в дальнейшем реализована. В большинстве своем, конечно, креативных концепций создается несколько. То есть на основе вот этого брифа от стратега, на основе этого креативного брифа создается сразу несколько концепций, но по разным как бы веерам они так расходятся. То есть у нас есть некая базовая идея, у нас есть этот банк, скажем, у которого офисы все в исторических зданиях. Одна креативная кампания будет про то, как у нас появляются, к примеру, некие исторические факты про некие исторические герои, и мы начинаем, скажу так, паразитировать на каких-то исторических фактах, где с нашими героями во времени происходят какие-то события, возможно, это будут три ролика, придумывается такая креативная концепция, и какие-то герои путешествуют по времени, собственно, они каким-то образом относятся к банку. А вторая креативная концепция может двигаться вообще по другому пути, это может быть, например, история про-про-про-про, про что-нибудь еще. Сейчас несложно даже придумать. Вот мозг работает тяжело уже. В общем, концепция может быть принципиально другая. Возможно, это про какие-то, про виды транспорта, или про какие-то кредиты, или про какие-то предложения банка, но уже в некой такой более драматической художественной форме. Вот. Таким образом получается, что, да, еще, естественно, креативных команд обычного агентства в большом несколько, и на суд креативного директора каждая такая двойка приносит свои концепции, обычно этих концепций может быть 15-20, и это уже отфильтрованные внутри агентства, и, собственно, с помощью креативного директора идут такие мозговые штормы, идут обсуждения, креативные команды снова уходят на доработку, и так далее, и так далее, как несколько итераций. Пока, собственно, вся вот эта вот история, почему у меня так много, собственно, стрелочек здесь, пока эта история не доточена до той точки, когда это можно показывать клиенту и рассказывать клиенту. Для клиента, для клиентской презентации вот этих всех концепций отбираются самые лучшие, обычно тоже это 3-4-5, они определенным образом оформляются, иногда это даже могут быть некие перформансы, чтобы, ну, по большому счету, надо продать эти концепции, да, собственно, обычно клиент в идеале должен выбрать одну, чтобы потом ее реализовывать. Они оформляются в том числе так называемыми агентскими раскадровками, если речь идет о роликах, если речь идет о принтах, если это принты, опять же, какие-то для прессы или для нарушки, то это могут быть какие-то простые сборки. В общем, это все показывается в красивой презентации клиенту для того, чтобы клиент одобрил, сказал, да, давайте это мы берем. С учетом того, что бывает очень часто много тендеров, еще вот так же брифуются сразу, что называется, несколько агентств. То есть получается, вот даже на клиента это огромное количество информации, из которой по ряду параметров, в том числе и, безусловно, по, не только по креативному, конечно, по цене, да, кто лучше подходит, клиент должен выбрать. И вот в этих идеальных условиях, когда, допустим, выбрали нашу концепцию, все, мы готовы ее реализовывать через продюсера. Продюсеры есть и в рекламном агентстве, продюсеры есть в дальнейшем, сейчас я скажу об этом, в продакшн-студии. Мы, собственно, разделяем, какие вещи агентство может выполнить внутри себя. Например, очень часто определенные, там, скажем, принты, там, рекламу в прессу, рекламу в наружку даже, да, это могут выполнить дизайнеры рекламного агентства, это отдельный штат, то есть как бы они тоже относятся к креативному отделу, но, тем не менее, они все-таки уже в стороне от креативной команды, они отдельный блок, скажем так, творческих специалистов. Соответственно, ну, например, снять видеоролик большой, серьезный такой, на уровне такого маленького кино, конечно, уже агентство обычно само сделать не может, и поэтому он обращается в продакшн-студию, в продакшн-хаусы. В продакшн-хаусы также есть довольно большие, собственно, их задача – это еще один субподрядчик, для агентства это уже своего рода клиент, получается, который организует, собственно, производственный процесс для создания вот этого креативного продукта, например, ролика. То есть, собираются много режиссеров, точно так же происходят некие тендеры обычно, только уже в данном случае выбирает агентство. И уже, как бы, со своим выбором клиент уже доверяет агентству, соответственно, агентство само выбирает тех творческих специалистов, которые представляет продакшн-студия. И когда все утверждено, когда тоже это огромное количество встреч, огромное количество там промежуточных элементов, вот если кто-то из вас смотрел или читал книжку Фредерика Бигбедера «99 франков», она уже достаточно старая, но, тем не менее, там было все очень неплохо про рекламную деятельность показано. И в фильме, кстати говоря, во французском с Жаном Дюрарденом это тоже все было очень круто сделано, в том числе процесс, так называемый, PPM – это предпродажные встречи, встречи перед уже производством ролика. В общем, если вы не видели или не читали книжку «99 франков», даже при том, что она уже не очень сейчас актуальна, все равно посмотрите кино, почитайте книжку, это достаточно весело, интересно. Так вот, собственно, когда все утверждено, утверждены режиссеры, назначены съемочные дни, проведен кастинг, собственно, проводятся съемки, съемки роликов, съемки фотосессии какие-то большие, после чего, да, и, собственно, креативная команда, какова ее роль здесь, она проводит так называемый супервайзинг. И, в общем, в рекламных агентствах я работал арт-директором, то есть непосредственно вот этот процесс, начиная от клиентского брифа, через вот эти вот мучительные-мучительные облачка, которые мы рожали, потом, собственно, супервайзинг, мы, в общем-то, проходили до самого конца. И, конечно, замечательным этапом был, когда наш ролик выходил на телевизор, мы там вначале звали всех своих знакомых. Собственно, слово «отропить» женой, которое я услышал, это было на моем первом ролике, который, как я уже сказал, снимал Лео Габриадзе, режиссер для банка. Что же, собственно, на этапе креатива? Да, я быстро-быстро пробегусь по этому, да, да, прежде нам нужен бриф, я говорил об этом, бриф для формулировки задач, потому что чем четче сформулирована задача, в абсолютном большинстве случаев, да, тем легче будут идти дальнейшие процессы. Если брифа нет, то кто-то его должен делать, потому что мы не можем абстрактно дальше двигаться. Планируются этапы, определяются сроки, опять же, часто этим занимается продюсер, продюсер как раз расписывает всю вот эту историю уже по шагам вместе с менеджером в том числе. Генерация десятков, та-та-та-та-та-тан, идеи, все, эскизы, так, это мы уже, да, еще, кстати, важный момент, да, который часто бывает на промежуточном этапе, перед, например, съемкой ролика, иногда после съемок ролика, иногда тестируются так называемые аниматики, то есть еще дос, если ролик сложный, дорогой, большой, то делается такой анимационный фильм, очень простой, и тестируется еще к одном, обращается еще к одной структуре, которая организует фокус-группы потенциальных респондентов из той целевой аудитории, которая, собственно, на которую планируется тот или иной продукт, тот же банк или сок, если вот то, о чем мы говорили. Фокус-группа, соответственно, очень неплохо дает обратную связь. Здесь я тоже не буду это перечислять, но суть заключается в том, что очень много рекламных историй, помимо того, что они базируются на дизайне, в особенности, если речь идет о рекламных роликах, они все-таки базируются на неких коротких историях. Иногда это могут быть даже анекдоты, иногда это могут быть какие-то микросюжеты, потому что, в общем-то, люди мыслят нарративами, знаете, что такое слово, нарратив, история. Человеку интересно любую информацию получать в виде истории, в том числе рекламную. То есть если вы просто дадите энциклопедические данные, как вот компьютеры продают, сейчас уже мало так делают, тем не менее, там частота процессора, оперативная память, правда, это скучно, энциклопедические данные. Но если вы, как, например, Apple, даете какую-то историю, что с помощью этого устройства можно прямо на ходу монтировать какое-то видео, где-то мальчик, который отснял своих родителей, свою семью, потом на Новый год или на Рождество им все показал, вот в таком виде нам историю видеть гораздо интереснее. Здесь презентацию мы обязательно вам потом вышлем, кто захочет, то и сможет скачать. Вы сможете внимательно здесь почитать. Основные, скажем так, этапы сторителлинга. Сторителлинга – это, собственно, рассказ истории. Это тот механизм, собственно, как выстраивается рассказ истории, будь то кино, будь то рекламный ролик. Иногда мы некоторые пункты можем, даже из тех, которые здесь показаны, исключить, но, тем не менее, все-таки они являются некими основами такими, на которых зиждется тайльная история. То есть это некий такой скелет, чтобы у нас все остальное, как амеба, не развалилось. Поэтому если посмотреть хорошие ролики, хорошие рекламные кампании, безусловно, в них так или иначе присутствуют либо все эти элементы, либо хотя бы часть, как некий внутренний костяк. Очень полезная штука, помимо вот аниматиков, которые я говорил, так называемые мудборды. Они потребляются так же, создаются где-то в середине процесса, не в конце. Также, когда креативная команда придумала уже какие-то идеи, рисуются эскизы, подбираются так называемые референсы, да, референсы, то есть те какие-то картинки или те ролики, на основе которых креативная команда предлагает свое видение будущего, собственно, будущей рекламной кампании для клиента. Соответственно, всем так становится понятней. Плюс это еще является как и раскадровки, так и в данном случае референсы мудборды, они являются очень хорошей дорожной картой для производства всего-всего, всех-всех, собственно, продуктов. Мы как бы уже по ним, как по карте, сверяемся. То есть на каком этапе мы сейчас дальнейшего производства находимся, и что нам еще осталось делать. И мудборды – это, собственно, такие настроенческие сборки той визуальной информации, которая визуально-смысловой информации, территории, я здесь написал, идеи для того, чтобы нам вот так очертить примерно среду, в которой мы планируем видеть наши дальнейшие креативные продукты. Да, собственно, реализация идеи, я также уже немножко про это рассказал. Пост-продакшен, обработка и сборка, по-моему, медиа-размещение. Да, медиа-размещение, соответственно, это то, собственно, что выполняет роль, которую выполняет в том числе рекламное агентство, помимо создания креативного продукта, оно берет на себя еще задачу организации размещения, то есть договориться с телевизором, договориться с сайтами, с блогерами, договориться с прессой, с радио и так далее, в какую сетку вписать какие материалы, и на самом деле огромное количество договоров, и это очень отдельный, большущий, серьезный блок. При этом здесь бывает так иногда, что рекламное агентство либо содержит свою группу, кто занимается медиа-размещением, либо обращается в какое-то еще стороннее агентство, если действительно это какой-то сложный период размещения, какая-то сложная сетка и так далее. Движемся дальше. Ну, здесь некоторое количество, например, рекламных компаний, визуалов, которые, собственно, просто такая выборка, выборка, которую я сделал, которая мне, например, посчастливилось сделать в разных рекламных агентствах. Слева, например, это большой был такой борт Билайна, когда уже Билайн принял концепцию «Живи на яркой стороне». Это было достаточно интересно, потому что мы очень много идей, собственно, там создали. Реализовано было всего, по-моему, две или три. И, на мой взгляд, не самое интересное, но тем не менее. Но когда ты видишь то, что ты, собственно, рисовал в том самом фотошопе, вот мы слово «фотошоп» первый раз говорим, в фотошопе или в каком-то еще графическом редакторе или даже на бумаге, и потом ты идешь в центр города, и на огромном доме ты видишь 60-метровый вот этот вот борт, билборд, это, конечно, очень интересное ощущение. Ну, собственно, здесь еще какие-то вещи можно увидеть из тех рекламных компаний, в том числе, кстати, внизу социальных компаний, в которых мы участвовали. Социальная компания – отдельная история. Сейчас, кстати говоря, да, на следующем слайде здесь будет немножко кусочков таких скриншотов, в основном из видео, вот где вот здесь машины переворачиваются. Это история про социальное. Мы работали с ГИБДД, с Российским Союзом автостраховщиков. Собственно, для нас, конечно, это было, как для креативщиков, просто раздолье и чудное чудо, потому что помимо наших, собственно, идей был достаточно большой, в общем-то, бюджет на все это для того, чтобы можно было снять прямо реально с каскадерами, с переворотами машин. Все это было, конечно, зрелище-зрелище. Это реально было мини-кино с известными операторами, с интересными режиссерами. Здесь также есть еще некоторые, собственно, картинки и со съемочной площадки, в том числе с Владимиром Владимировичем Познером, вместе с ним мы делали ролики для Олимпиады. Собственно, когда еще Олимпиада не настала, такие предварительные были ролики нашей Олимпиады в Сочи. Тоже все это было очень интересно. Вот, и сейчас мы подошли, собственно, к такому моменту, когда после нескольких лет, собственно, почти десяти лет работы в штатах разных агентств, начиная вот с дизайнера, потом арт-директором, я подошел к очень странной такой позиции, к очень странной мысли, что как-то мне уже было немало лет и думал, блин, а что же, собственно, дальше делать? Потому что вместе с огромным количеством вот такого вроде позитива реализации своих идей начинал, чувствовал, что чего-то упускаешь, упускаешь что-то очень важное. Плюс мы даже попадали в такую ситуацию, что, например, какие-то возникали моральные вещи, то есть с утра мы, например, могли работать с компанией для социальной какой-нибудь, очень социальной, а в второй половине дня мы работали с каким-нибудь, да, и, скажем, антиалкогольной, да, а в второй половине дня эта же команда переставлялась на работу над каким-нибудь брендом для пива, для алкоголя. И, честно говоря, да, пока тебе совсем мало лет, пока ты совсем, пока ты совсем не, скажем так, не думаешь о некой моральной стороне этого вопроса, вроде все хорошо, но в какие-то моменты все-таки возникает вопрос, блин, что же, собственно, дело, что это происходит? В общем, после массы-массы-массы дум и переживаний, каких-то внутренних переделок, я принял решение все-таки выйти во фриланс, выйти из состава агентств, и, в общем-то, на тот момент совершенно без каких-либо подушек, как таковых, безопасности, финансовых, каких-то еще, без пассивного дохода, я решил, а вот я сейчас выпрыгну из этой системы, и, собственно, я стал фрилансером, а фрилансером я решил, что я фотограф. Значит, параллельно всей моей деятельности, которой я, а, собственно, я предупреждаю, сейчас мы долго не будем на этой картинке держаться, для того, чтобы нас не забанили из-за обнаженки. Так вот, значит, еще работая в рекламной индустрии, я параллельно стал делать какие-то фотосессии для своих знакомых, творческие фотосессии, и как раз, почему в следующем слайде у нас была девушка, да, девушка без одежды, срабатывал такой момент, что, во-первых, практически никакую обнаженку не было разрешено делать для рекламных кампаний, для большинства брендов, в общем, по причинам нашего такого социально-культурного, скажем, подхода. С одной стороны, да, с другой стороны, это тема, которая всегда всех интересовала, и, например, какие-либо там фотосайты, фоторесурсы, на них самые просматриваемые фотографии на тот момент, с самыми большими рейтингами, это было как раз категорией new. Для того, чтобы достаточно быстро в них пробиться, в общем, это был некий такой чит-код, это делать фотографии с обнаженными девушками. И здесь сработало несколько моментов, то есть действительно мне хотелось получить какую-то дополнительную персональную популярность, в общем-то, да, наверное, какие-то были сублимационные моменты, мне точно так же захотелось фотографировать девушек, плюс, собственно, извините, пожалуйста, но всю человеческую культуру, да, человеческая культура всегда вдохновлялась человеческим телом, в том числе женским, наверное, в первую очередь, поэтому, собственно, я точно так же к этому пошел. И когда я вышел из рекламных агентств, штата рекламных агентств, значит, я подумал, что я фотограф. Но тут же столкнулся с такой очень интересной дилеммой, даже некой проблемой. Когда я разговаривал со своими знакомыми, кто только были фотографами, которые не проходили вот эту всю рекламную историю, которые недавно научились снимать, в общем-то, делали неплохие снимки, это были какие-то городские зарисовки, или это были студийные съемки, честно говоря, для меня, ну, мне было просто в этом очень тесно, потому что, да, я в поездках делал эти фоточки, да, я даже снимал этих девушек, но мне было скучно делать это все без каких-то историй. Мне было скучно запечатлевать просто обыденность и реальность в том виде, ну, вот в бытовом каком-то виде. Мне всегда нравилось то, чего не существует. И в том числе, как ни странно, реклама, и, собственно, те проекты, которые мы делали, мы очень часто визуализировали какие-то метафоры. Соответственно, в фотографии точно так же мне этого стало не хватать, и поэтому я подумал, что да, окей, давайте мы поступим таким образом, что от фотографии мы возьмем одно из главных ее качеств, это то, что фотография правдоподобна. Фотографии мы доверяем. То есть, когда мы видим фоточку, да, хочу напомнить, что это было, бам-бам-бам-бам, ну, почти 10 лет назад. Не было такого количества фотографий, которые у нас окружают сейчас, тем не менее, их было довольно много. Но фотографии мы уже тогда очень сильно доверяли, то, чему на ней изображено. Соответственно, степень правдоподобности, то есть, не знаю, там, мы приходим в кафе, мы видим фотографию какого-то блюда, стейка или бургера, или картошки, или салата, чего угодно, и мы ждем, что нам принесут вот это вот, собственно, но еду эту, она будет выглядеть примерно так. Какой-то человек, да, фотография в паспорте. Вот, значит, соответственно, сверяем, да, выглядит так. То есть, степень кредита доверия фотографии у нас очень высок, вот вообще в нашем социуме, да. Вот, поэтому я подумал так, что давай-ка я возьму от фотографии вот это замечательное качество, замечательное свойство, правдоподобие. Но, внимание, нельзя сфотографировать то, чего нет. Кажется, что это очень очевидная мысль. Однако, именно в этом моменте нам помогает компьютерная графика. Компьютерная графика позволяет взять фотообразы, переработать их определенным образом, собственно, то, чего мы часто делали в рекламе, у меня был достаточно большой опыт уже в этом направлении, и создать нечто, ну, скажем так, третье, синергетическое такое, да. То есть, если мы возьмем, например, идею какую-то, да, например, про то же кафе, что наше, допустим, окей, рекламная история. В нашем кафе официанты суперпрофессиональные, незаметные, появляются только тогда, когда они нужны, правда, гостям. Мы можем сделать некую визуализацию. Мы можем сфотографировать наших официантов, однако сфотографировать таким образом, чтобы потом с помощью компьютерной графики перевернуть их и всех прикрепить, например, к потолку. И ходят они у нас как будто по потолку, возвращаются к столам только тогда, когда нужно принести то или иное блюдо. Мы можем из этого сделать либо серию фотографий, либо одну фотографию подумать как. Вот, но с помощью компьютерной графики правдоподобные образы мы сможем перемешать и пересобрать таким образом, что они будут олицетворять ту или иную метафору, ту или иную парадоксальность. И это на самом деле может быть достаточно интересно, если у нас это все получится. Назвал я этот процесс, как я его только не называл на самом деле, но сейчас я его называю нереальной реальностью. Действительно, выглядит это, с одной стороны, реалистично, правдоподобно фотографически, то есть мы понимаем, что это не абстрактное полотно художника, но в то же время это может, например, не соответствовать привычным законам физики или еще каким-то нам известным и популярным образом. То есть я назвал это нереальной реальностью. Было еще несколько слов, кто меня знает, наверняка эти слова знает, эти слова слышал из меня, я их долгое время продвигал. Сейчас в силу того, что, скажем так, я трансформируюсь, да, сейчас я трансформирую в том числе и термины, которые здесь потребляю. Поэтому остановимся на нереальной реальности. Технически, опять же, способ выглядел таким же образом, и в этом я взял его во многом от рекламы. То есть, собственно, ко мне снова стали обращаться уже непосредственно как к такому фотохудожнику клиенты, и для них я создавал целую историю, начиная от концепции через фотографию, и потом, собственно, вот эту компьютерную сборку. Здесь пример для проекта с сумками авторской работы. Собственно, проведена была очень большая работа предварительная. Мы делали эскизы, мы готовили, собственно, все элементы, которые у нас будут участвовать в каждом кадре. Мы ездили на Мосфильм, брали люстры, брали блюда, брали много-много всего-всего-всего. Потом была собрана такая вот сцена в студии на нейтральном фоне. В фильмах это часто бывает зеленый фон. Для фотографии достаточно было некого нейтрального серого фона. И дальше... Да, еще здесь, кстати, одна героиня, она снята много раз, поэтому определенным образом там фотоаппарат ставился на штатив. В каждом образе наша девушка снималась, добавлялся молодой человек. Собственно, это все комбинировалось. И дальше уже в том самом фотошопе волшебном создавался послойно-послойно вот эта вот вся сцена, которая нам нужна была. В общем-то, я выявил основные преимущества. Они, в общем-то, очевидны, но иногда имеет смысл их просто даже для самого себя проговорить. Да, ключевые преимущества такого подхода, коллажного подхода, фотореалистичного подхода. Собственно, и для рекламных продуктов, и, как я дальше скажу, для творческих. То есть, безусловно, получается некая уникальность. Уникальность, наверное, все-таки даже где-то больше, чем просто сама по себе фотография. Потому что так или иначе, того или иного человека, тот или иной дом вы сможете снять, ну, плюс-минус, плюс-минус одинаково. Здесь же вы можете всегда чем-то его достроить, чем-то уникальным. И для этой уникальности бесконечная палитра, бесконечное количество вариаций. Правдоподобность, то, о чем я говорил, да, любой масштаб, кстати, очень интересная вещь, потому что как раз многие клиенты и сейчас ко мне обращаются, потому что есть ограничения бюджета, есть так или иначе какие-то еще ограничения, по которым достаточно сложно организовать большую съемку с выездом, например, в дальние страны. Или нельзя, например, полететь на Марс пока. Но, тем не менее, допустим, в рамках концепции эта история, ну, хочется ее создать, да, потому что она действительно лучшим образом будет отражать телены идеи. Соответственно, с помощью вот такой достройки можно отразить, в общем-то, абсолютно любой масштаб. И это выглядеть будет в большей или меньшей степени правдоподобно. Соответственно, отсюда появляется экономия в производстве и, собственно, безграничность того, чего мы можем рассказать. И вот некоторые примеры уже таких рекламных, социальных продуктов, которые я сделал без агентства в качестве фотографа, фотохудожника. Здесь есть, собственно, и известный персонаж, наверняка вот вам знаком. Собственно, также нужно было сделать параллельно съемкам ролика. Нужно было в таких ограниченных условиях создать эффект того, что он находится в разных локациях для бренда с известными линзами для очков, амбассадором которых он является. Вот поэтому пошли как раз путем, обратились к Владимиру Бероеву для того, чтобы Владимир Бероев, собственно, это все дело снял и потом собрал. Вот здесь с Андреем Григорьевым-Аполоновым, наверху это была социальная компания тоже для ГИБДД. В данном случае там ремни сохраняли жизнь. То есть точно так же в студии снимали Андрея Григорьева-Аполонова из Иванушек Интернешнл. И, собственно, создавалась отдельно вот эта вся сцена с этим адом, где находятся разбитые машины. Другие компании, собственно, тоже здесь для сумок, для футбола была история, для Бигбона была история. Тоже, кстати говоря, позволило не лезть на крышу, а, в общем-то, все скомпоновать. И идею эту более-менее передать. Кроме, значит, вот этих рекламных всех историй, соответственно, я решил, как я сказал уже, я решил эту историю применять, в общем, для своих творческих проектов. И вот здесь, конечно, было раздолье, нашлось раздолье для реализации идей, потому что, опять же, тот багаж, который я накопил в рекламе, тех подходов, той структурности, позволило создавать визуально достаточно большие визуальные продукты. Собственно, что требовало? Прежде всего, такой подход, конечно, требует внимательное наблюдение за миром для того, чтобы его разобрать на запчасти, как конструктор. То есть мы смотрим на закат, мы пытаемся понять, какие есть цвета, почему так или иначе идет отражение, куда падает солнце, каким образом, что у нас отражает, как на волнах происходит отражение, куча-куча разных вещей, мы как бы его разбираем, и дальше, вот для такой фотографии, которую мы заново пересобираем, получается, что мы убираем все ненужные кусочки, усиливаем все нужные кусочки, дорисовываем и добавляем какие-то еще более для нас важные, акцентированные, и, собственно, вот таким образом у нас получается совершенно новый такой фантазийный мир, но при этом с элементами правдоподобности. Вот, собственно, важно поэтому определить технически, что действительно мы будем в реальности снимать, что оставим из реальности, а что добавим, что дорисуем, что изменим, что гипертрофируем, что введем в метафору. Это очень такой важный и этический момент, и смысловой момент, и визуальный момент. В общем, этим вопросом задаваться приходится постоянно. Команда, да, очень важная штука, соответственно, если это рекламное агентство, все было хорошо, когда я был арт-директором, потому что этим занимались менеджеры, этим занимались, собственно, менеджеры по персоналу и так далее, то есть я выполнял свою задачу, все остальное делали другие. Сейчас, когда я занимаюсь своими проектами, очень часто я вынужден либо обращаться к продюсеру, который возьмет, собственно, фактически нанимать его, который возьмет на себя задачу организационную, в том числе поиска всех людей, это и визажисты, и костюмеры это могут быть, и бутафоры, реквизиторы, модели, актеры, в общем, все, кто будут участвовать в процессе. Либо я должен этим заниматься сам, и это тоже достаточно непростая задача. Опять же, где снимать, да, тоже очень важная штука, в том числе она идет из того, что реально, что дорисовываем, иногда действительно некоторые локации проще взять где-то эти фотографии, или даже отдельно снять самому, чем туда тащить, и съемочную группу, даже если она небольшая, вот это съемочное оборудование какое-то, да, то есть мы можем это все посредством нереальной реальности, посредством такого подхода, это все совместить. Опять же, снимая людей в студии на нейтральном фоне, только с теми объектами, очень важно, с которыми они непосредственно контактируют физически, да, что очень сложно создать, что человек берет что-то, что, ну, до чего он реально не дотрагивался, да, то есть это гораздо более сложная задача, передать все рефлексы, все взаимодействия между этими объектами. Поэтому, касаемо территорий, помещений или каких-то локаций, точно так же мы должны очень хорошо это все продумать. Да, есть момент очень непростой, это долгий цикл создания, действительно так, очень многие работы, даже если мы их продумаем, все-таки это довольно трудоемкий процесс, и если мы действительно уходим в некий перфекционизм, то, конечно, тут достаточно бывает сложно остановиться, да, поэтому, как ни странно, проекты рекламные, да, у которых жесткие сроки, они в этом плане даже помогают, потому как в творческих иногда очень сильно можно увлечься. Ну, да, и, собственно, кому это все нужно, да, потому что до тех пор, пока, опять же, в агентстве, вы об этом не задумываетесь, да, когда вы занимаетесь этим сами, помимо рекламной деятельности, если вы что-то сделали сами, если я что-то делаю сам, да, то я, безусловно, вынужден подумать о том, думать постоянно об этом, собственно, кому это нужно, как это продать, вот, собственно, некое даже отличие, да, которое здесь я очень, опять же, общее, очень общее, какие-то ключевые пункты я собрал, вот то, что у нас происходит, когда я работаю для рекламы, например, когда мы работаем для рекламы, и когда мы переходим к искусству. То есть в первом случае мы, у нас есть бриф, здесь авторское высказывание, это очень важно, да, потому что, когда мы занимаемся творческим проектом, от нас требуется уже не история, как продать клиентский какой-то продукт, а все-таки, что хотел сказать автор. Это становится на первом месте. Собственно, отсюда и вот этот вот второй пункт, то, что если мы работаем для рекламы и творим для рекламы, все-таки это некая услуга, то есть нас как креативщиков, как рекламщиков нас покупают как услугу. Да, является определенный продукт, который на выходе, но тем не менее мы все-таки создаем какую-то услугу. Художник создает произведение, которое ценно само по себе. Поэтому, безусловно, продукт художника и вот эта перестройка мозга из рекламного деятеля в деятеля искусства достаточно сложный процесс внутри психологический, да, то есть из вот этого работы по брифу нужно себя переформатировать в работу ради собственного высказывания или высказывания, которое уж очень хорошо себя пропустило. Отсюда тоже получается, что для рекламщика очень важна широта мировоззрения, он должен сразу много-много кубиков собрать. Художник, на мой взгляд, должен гораздо больше фокусироваться. Художник – человек-оркестр. В общем, есть еще здесь определенные пункты, вы можете сами посмотреть. Важно тоже, что художник часто радеет за то, чтобы его имя все-таки было брендом, а рекламщики, за небольшим исключением действительно каких-то звезд, которые наполучали Каннских львов или каких-то еще призов, в основном это люди все-таки немножко в тени. Как бы они ни хорохорились, как бы они ни считали себя очень значимыми и важными, внутри сообщества их могут знать, но тем не менее все-таки это люди, которые в тени тех… То есть, собственно, даже когда мы видим рекламу, например, по телевизору где-то еще, мы даже не знаем, какое агентство. Например, мы видим ролик Apple. Нам кажется, что это рекламный ролик Apple, но на самом деле его создавало рекламное агентство. И мы даже не то, что это агентство не знаем, естественно, мы не знаем тех людей, кто над ним работал, тех художников и большого количества творческих людей. И это, конечно, для людей немножко грустно, для художника в этом плане очень хочется, чтобы он был, в общем-то, неким фронтменом своего творчества. Про дизайн уже сказал то, что, да, я считаю, что все-таки для рекламы первичный дизайн, все-таки рекламная деятельность – это обслуживающая деятельность. Задача художника в искусстве, в широком смысле художника, да, это вдохновлять самому своим творчеством, своими работами и в том числе постоянно получать вот это вдохновение самому. То есть быть таким своего рода порталом, быть таким USB-коннектором между миром, между какими-то мыслями и переваривать их, перекомпилировать их в то состояние, в которое он сам готов так или иначе транслировать. Здесь некоторые работы, которые были сделаны вот в формате нереальной реальности. это уже такие больше творческие вещи. Вот здесь у нас сейчас картинка, сейчас которую я покажу и уберу. Почему обнаженка? Собственно, я остановлюсь на этой, более, мне кажется, не тратить, давайте вот на этой даже остановлюсь, чтобы нас сильно не банили в соцсетях, да, потому что чтобы нам не показывать долго обнаженки. Я покажу потом сайт, кто не знает, может на сайт зайти, там все эти работы есть. Собственно, еще несколько слов я хочу сказать про обнаженку, да, почему в ее сторону я двинулся. Мне не очень интересно было снимать работы в формате эротическом, то есть как бы, не знаю, там, женщина ради женщины, да. Мне очень интересно было, например, как это делают в «Игре престолов» или в «Мире дикого запада» в сериалах, когда там есть и насилие, там есть и обнаженка, там есть и очень много интересных мыслей, которые рассматриваются, но это все разные элементы, разные кубики для того, чтобы просто рассказать историю. Собственно, я подхожу к обнаженке в своем творчестве примерно так же. То есть, с одной стороны, мои героини могут быть обнажены не потому, что они несут некую сексуальность, да, это не первично, по крайней мере, а скорее их обнажение, они же не в чулках каких-нибудь, да, а скорее их обнажение – это некое обнуление, это некий переход к их исходному состоянию, когда, например, тот или иной костюм, тот или иной даже мейкап и так далее, он не задает какой-то социальной нагрузки, потому что одели вы исторический костюм, вы фаворитка короля, одели вы джинсы, вы второй вариант, одели вы, не знаю, что там, платье длинное, вы третий вариант, одежда, естественно, очень много диктует. Когда вы остаетесь без одежды, вы немножечко обнуляетесь. Оборотная сторона у этого есть, безусловно, то, что, конечно, в нашем социуме, когда мы видим обнаженного человека, в общем-то, это слишком сильный такой вот раздражитель, и очень часто он, конечно, на себя перетягивает. Собственно, тем важнее высказывание художника, которому мы движемся. Почему сейчас этот кадр на экране? Значит, одна из работ, вот эта вот, которая называется «Голые факты разоблачения лжи», это картинка из проекта «Голые факты». Она была удостоена золотой медали в 2017 году в очень большом конкурсе, мировом конкурсе «Дейенберг суперцирквит», и по мнению Международной ассоциации «ФИАП», она получила золотую медаль. Я ездил в волшебный город Линц в Австрии, собственно, вот так красиво выступал на сцене. Выступление, конечно, там было со своими шероховатостями, но это было очень масштабно, ярко, и, конечно, для меня было очень ценно, потому как ряд призов, конечно, мы получали еще, будучи работая в рекламном агентстве, в рекламных агентствах, но здесь это была уже такая персональная награда за заслуги, причем не для рекламы, а именно уже в творческих проектах. Мне это было очень приятно, очень ценно, и стало определенным подтверждением того, что все-таки тот путь, который я выбрал, тот путь, которым я иду, по крайней мере, на этом шаге оценен высоким, скажем так, высоким уровнем, международным уровнем. Это было интересно и здорово. Да, собственно, было пару выставок уже, и в формате выставок, конечно, работы, когда мы распечатывали по метру их по длинной стороне, это было особое удовольствие, особый кайф, потому что я маньяк, собственно, до деталей, и, конечно, когда люди видят многие картинки, тем более с идиотской цензурой, потому что, к сожалению, соцсети заставляют эту цензуру ставить, а здесь люди видят в большом формате, без этой цензуры они могут рассмотреть каждую картинку, восприятие, конечно, совсем иное, плюс они собраны еще по определенной тематике. Кстати, еще пару слов про цензуру. Это же такой тоже очень важный нюанс, потому что когда, опять же, соцсети нас заставляют зарисовывать первичные и вторичные половые признаки, даже если мы не вкладывали в эту картинку задачи акцентировать внимание, прошу прощения, на сиськах, на попе и так далее, вот именно этими крестиками, этими кружочками мы вынуждены на них акцентировать. То есть наша история была совсем про другое, просто, да, персонажем был обнаженный человек, обнаженная девушка, например, да, но только мы поставили эти крестики, все, мы акцентировали внимание, все, это история про обнаженку, не знаю, эротика, секс и так далее. Вот, к сожалению, таким образом, очень много контента, ну, просто тупо девалируется, в том числе и, к сожалению, те вещи, которые, там, делал я даже, да. Вот, поэтому, конечно, в варианте выставки, когда есть все-таки какой-то круг, который может посмотреть без вот этих всех непонятных дурацких ограничений, да, это все гораздо интереснее и приятнее. Несколько слов я хочу рассказать, на самом деле, сейчас, сейчас уже подошло почти к концу, собственно, дальше будет, сейчас я это не буду перечислять, это для тех, кому интересно, несколько советов по, собственно, работе с картинками нереальной реальности. В презентации вы это сможете почитать. Ну, такая небольшая шпаргалка, памятка, в том числе, которую я для себя выявил. Какие-то небольшие акценты, в основном, это при работе в фотошопе. Здесь есть, собственно, мои координаты в социальных сетях, соответственно, сайт персональный, где можно ознакомиться с творчеством, плюс частенько обновляется, следить за творчеством. Сейчас я еще много экспериментирую с видео. Отдельно я хотел, безусловно, поблагодарить тех творческих людей, которые сейчас, последний год, в этом году, в прошлом году, мне очень сильно помогают, собственно, трансформироваться на пути из вот этого рекламного мышления, которое до сих пор во мне сидит очень круто, плюс оно сидит, потому что я еще и выполняю частично рекламные проекты. Вот все-таки в сторону искусства, в сторону высказывания. Вот, соответственно, Mossart School, с которой мы организовали вот эту выставку, в которой должна была пройти у нас в офлайне, в галерее Нагорное. Однако из-за всем известных событий, да, мы перешли в онлайн. Это определенный тоже, безусловно, опыт. Вот, наверное, те мысли, которые, собственно, да, я проходил курс в Mossart School сначала, и это для меня было очень таким хорошим, мощным триггером. Спасибо большое Елене Куприной Ляхович. Именно от нее я услышал вот эти мысли, которые в свое время я в самом начале услышал, наверное, подобные мысли я услышал от тех дизайнеров на Тверской, да, которые меня встряхнули. Тогда они меня встряхнули и сказали, чувак, с теми картинками, которые ты пришел, с теми логотипами, это все-таки не тот дизайн, который нужен. А здесь Елена меня очень сильно встряхнула в плане того, чтобы пересмотреть свой взгляд на искусство, прежде всего. И вот эта встряска, она сейчас, как, наверное, как цунами после землетрясения, да, она, безусловно, очень многие меняют мои текущие процессы, мои взгляды. То есть я тоже нахожусь сейчас на очередном витке трансформации. Скорее всего, в ближайших работах я, ну, сильно минимизирую количество обнаженной натуры и больше сфокусируюсь именно на тех высказываниях, которые, собственно, у меня уже копятся в голове, вот за это, безусловно, огромное спасибо Моссард Скул, той программе, которая у нас проходила порядка трех месяцев в прошлом году, и, собственно, тому сообществу, которое в том числе вокруг художников, вокруг творческих людей создалось. И, в общем-то, посмотрите обязательно, у них много разных интересных курсов, для себя наверняка можно что-то выбрать. Так, наверное, у меня все. Алло, Елена, вот. Алло, привет. Да, алло, привет. Я вообще очарована твоим голосом тут сидела. Спасибо тебе большое, очень интересная лекция. Спасибо. Если у кого-нибудь есть вопросы, вот я следила внимательно за чатом, что-то все, видимо, тоже были очень очарованы и пока ничего не спрашивают. Вот. И спасибо тебе. Ну, правда, очень интересно. Я не знала до этого, как работает вот это рекламное агентство, весь этот процесс. И еще мне очень понравилось вот этот твой слайд, где сравниваешь ты и то, что рекламное агентство часто в тени, а вот художник, он как бы работает на себя. Ввиду, да. Вот. И действительно, я до этого даже не задумывалась о том, что никто не знает, кто делает ролик Apple, и что вот эта вся огромная работа, про которую ты рассказывал на самом начале, она находится в тени. В тени, абсолютно. И это, кстати, большой, это, кстати, большой бич рекламщиков в том числе, потому что в абсолютном большинстве своем люди-креативщики, рекламщики, они довольно амбициозные ребята, им, в общем-то, нравится, когда их награждают, их хвалят, когда они идут по городу и говорят, вот, это делал я, да, вот, или вот на телеке, или вот где-то еще, значит, но, соответственно, об этом, кроме него самого, очень часто мало кто знает, да, ну, только внутри сообщества, да. А им нельзя в соцсетях как-то говорить о том, что, например, это я сделал, они не подписывают никакие там вот эти вот, что, ну, какие-нибудь договора, которые их ограничивают в распространении своих притязательств на авторское право. Безусловно. И происходит причем следующим образом. Значит, первый, первый, скажем так, уровень людей, это кто работает в штате, вот, кто работает в штате рекламных, например, агентств, да, они при поступлении уже в договоре подписывают то, что, ребята, сорян, но это вообще коммерческая тайна. И в лучшем случае, там, на протяжении двух-трех лет они вообще никак не могут, это ничего, даже, то есть, в принципе, если вот так по чесноку, что называется, да, они вообще не могут сказать, что это делали они. В некоторых рекламных агентствах, я сейчас не буду называть, да, вот в одном я работал, например, там вообще была очень жесткая политика, а... работают дизайнерами там, но что конкретно, с какими брендами, потому что очень жесткие были условия, вот, потому что, как дизайнер, уйдя, уволившись из этого агентства, до того, когда планировалась какая-то большая рекламная акция крупным брендом, он взял и выложил и эскизы, и еще какие-то, то есть, короче говоря, он фактически потопил интригу, а там счет шел реально на миллионы, чуть ли не на десятки миллионов долларов, и агентство попало очень на большие деньги, собственно, после этого ввело такие вот драконовские, карантиновые практически меры, вот, а, собственно, когда в штате, да, это прям жесть, а самое интересное, когда еще фрилансеры, то есть, например, вот ты директ, ты этот самый режиссер, который снимает рекламный ролик, тебя пригласили на рекламный ролик, ты тоже подписываешь, в общем, довольно большие договоры, вот, да, ты можешь, в принципе, пободаться, в общем-то, если ты какая-то звезда уже, или какой-нибудь агент, ну, то есть, короче говоря, можно в небольшом количестве случаев как-то договориться, чтобы, допустим, в свое портфолио хотя бы это добавить, хотя бы в свое портфолио, то есть, там, не знаю, на своем сайте ты можешь сказать, но во многих случаях бывает, что даже с режиссерами идет, заключается такое соглашение, что на протяжении, по меньшей мере, нескольких лет, они вообще не могут говорить, ну, по крайней мере, публично, что они имели отношение к тому или иному продукту, и вот это очень грустно, очень обидно. Понятно, спасибо большое, тут тебя хвалят в чатике, тебе пишут, что всем очень понравилось, вот, но вопросов не задают, ты прям как исчернуешь, видимо, на все ответил, в своей речи, сейчас я проверю на фейсбуке, что у нас происходит, так, я делаю тогда небольшой анонс, пока я ищу, где это тут на фейсбуке находится, вот, у нас еще будет в четверг мастер-класс Ариши, где мы немножечко порисуем материалами, которые у нас есть под рукой, вот, вот, ну, то есть, буквально там, всем чем угодно Ариша предлагает нам рисовать, потому что сейчас все дома сидят, может быть, у кого-то нету каких-то материалов, вот, и этого, то есть, не нужно будет, короче, ничего дополнительно покупать, вот, а все с подручными средствами, вот, Ариша нас научит чего-нибудь изображать, поэтому, если вам интересно... Кстати, я вспомнил, я рисовал как-то Кока-Колой, у нас был очень интересный курс, я рисовал Кока-Колу, лисировку, да, то есть горы, 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 и Кола очень неплохо рисовала, такой полуакварельку такую делала, это вспомнил, сори, перебил. Да, не, ничего, ничего, да, Кола рисует, я пробовала рисовать, а сейчас, вот, достала эту ручку перьевую, она тоже очень хорошо разводится водой, вот, если есть перьевые ручки дома, то можно и поэкспериментировать. Так, сейчас я смотрю, тут спрашивают про Артемия Лебедева, что его студия часто ставит свой логотип, и, как бы, все знают о том, что это они разрабатывали, но мы не знаем, кто конкретно из них, из всех это делал, да? Ну, я могу сказать, это вопрос, да? Да, да, это вопрос. А, смотрите, какая штука, все-таки, как и в любой индустрии, есть, в общем-то, некие исключения, да, и Артемий Лебедев, конечно, честь ему и хвала за это, в общем, он сам супер публичная, такая персона, одиозная, и, несмотря на какой-то внешний вид, ну, скажем, достаточно спокойный, человек очень многогранный, многослойный, у меня есть несколько знакомых, кто на разных этапах жизни работали в его студии, там тоже есть большая особенность, например, он публично может послать какой-нибудь бренд прямо на своем сайте, на сайте своей студии, в общем, на три буквы, это будет достаточно долго висеть, например, да, вот, то есть это его позиция, позиция такая, достаточно эпатажная, и, в общем-то, как бы сказать, в данном случае он себе, он сам, и как персоналя, и как от лица студии, он себе может позволить, но вот тут важный момент, студия Артемии Лебедева подписывается, но, например, дизайнеры внутри этой студии очень часто все равно остаются где-то в тени, более того, я смотрю вот его блоги, очень часто он сейчас, в том числе, ведет такие, пересказывания новостей на свой лад, и он как раз коснулся той мысли, что когда, например, приглашают кого-нибудь из его студии с какими-нибудь мастер-классами, очень часто он не разрешает им употреблять, скажем так, приписку, что они из студии Артемия Лебедева. Почему? Потому что личное мнение человека, какого-то специалиста, если будет подписано, что он от студии Артемия Лебедева, может быть приписано к мнению студии, оно таковым не является. То есть, либо это тогда уже публичное высказывание студии, и это уже не персоналия, либо это человек, который, в принципе, на момент своего рассказа, своего мастер-класса должен отстегнуть от себя вот эти регалии. То есть, опять же, как бы то ни было, но мы снова попадаем в то, что рекламный творец в общем-то не может особо трясти теми своими наградами и медалями, которые ему вот эта рекламная вся индустрия позволила, собственно, даже получить. Да, интересно, спасибо. А тут еще спрашивают, тебе не тянет вернуться обратно, или ты сейчас доволен? Это очень непростой момент, потому что меня точно не тянет, у меня было несколько моментов в начале, в особенности, когда я ушел, опять же, как я сказал, в никуда из штата рекламных агентств, да, то есть у меня были зарплаты, у меня были фрилансы, у меня два раза в месяц капала смс-очка с неплохой зарплатой, вот плюс, как я говорю, фрилансы были, в общем-то, все было очень неплохо и более-менее структурно прогнозируемо, да, можно было ездить в другие страны и так далее, и так далее, и так далее, и когда я вышел из этой системы, мне показалось, что я нахожусь в затянувшемся отпуске, а в отпуске люди традиционно, по крайней мере, те, которые работают в штате, они деньги тратят, да, соответственно, я тратил, тратил, а потом подошел к кому, блин, смс-очки нет, денег нет, ничего делать непонятно, фотографировать, как фотографировать, я столкнулся с, среди фотографов, я столкнулся с гигантской ароней вот этих свадебных фотографов, фотографы, которые снимают эти, всякие семейные, прочее, там они четко люди выполняют услугу, почему услугу понятную, то есть, людям не надо объяснять до сих пор, да, несмотря на то, что там институт брака свои там терпят, так сказать, трансформации, но не надо объяснять, зачем им нужна свадебная фотография, да, нужна, потому что нужна, и все, они просто ищут специалистов, даже какая-то там, корпоратив какой-нибудь отснять и так далее, тоже не надо объяснять, а зачем людям снимать вот эти вот сложные какие-то картинки, да, а вот тут уже большой вопрос, и вот я как раз здесь натолкнулся, то, что есть, опять же, исполнение в виде услуги какого-то блока работ, но уже даже не рекламных, вот для таких частных людей, а дальше огромная пропасть до какого-то творчества, потому что вот в этом творчестве там уже, соответственно, вот там уже важно высказывание, то есть получается, что кажется, вот здесь есть художник, у которого есть высказывание, а вот здесь есть, скажем так, человек-услуга, будь он то рекламу делает или снимает свадьбы и так далее, да, и вот кажется, что между ними тут все, можно тоже где-то разместиться, а практически нет, либо у тебя есть высказывание, либо ты выполняешь чей-то проект, ну, чью-то услугу, посерединочке практически нету места, то есть все, значит, если ты не выполняешь чью-то услугу, ты должен просто, я не знаю, взорвать мозг, дай бог, если ты суперталантливый, и задумываться о своем высказывании, о своем стиле и так далее, тогда тебя уже будут приглашать, либо как-то покраса лампаса, потому что он уже покрас лампас, потому что своя стилистика, человек-бренд, то есть может он тоже делать рекламные проекты, но это делает уже просто покрас лампас, да, равносильно, как, не знаю, того же, не знаю, Никаса Сафронова пригласили, потому что вот уже какой бы он ни был, но тем не менее Никас Сафронов, да, вот его пригласили, да, но это совсем по-другому работает, чем когда, например, скажем, нужно для какой-то рекламной компании, вот, собственно, ищут фотографа, вот примерно фотограф, который сможет хорошо снять предметку или хорошо снять автомобиль, или хорошо снять волосы, или что-то еще, и просто там есть несколько имен, имен не потому, что этот человек имеет свое высказывание, а потому что он просто круче всех снимает волосы, то есть это чисто такой, ну, как бы такой творческий, технический специалист, вот, поэтому, вот к чему это все, к тому, что вот эта граница между искусством и рекламой, в широком смысле, дизайном, она, с одной стороны, призрачная, с другой стороны, она очень жесткая, и действительно, я по себе сейчас очень сильно замечаю, собственно, в первую очередь, с прошлого года, когда вот мы в Моссардску начали заниматься, что это просто это пересборка себя, это многие моменты приходится отстегивать, обнулять, что очень больно, то есть очень многие, очень большие куски своего опыта просто надо, не то, чтобы выкинуть, но его нужно просто совершенно переформатировать, как вы знаете, как ходят, не знаю, мы изучаем художников, вот у него был желтый период, вот у него был синий период, вот тут нужно просто какой-то период взять и огромным усилием воли, наверное, кому-то это легко дается, вот, отсечь, мне это дается очень сложно, мне очень сложно это все отсекать, и возвращаясь к вопросу, хочется ли вернуться к рекламе, кто рекламе, в которой я занимался тогда в том качестве, нет, слава богу, но совсем отходить от рекламы, наверное, не очень хочется, и хочется просто участвовать в каких-то спецпроектах, то есть, например, проект, который будет спонсироваться каким-то брендом, но не будет непосредственно рекламировать его продукт, да, то есть, например, какой-нибудь автомобильный бренд, который спонсирует социальную компанию, потому что, то есть он таким образом создает имиджевую, составляющую, да, своему бренду, но не четко по брифу, вот по такому прям, то есть бриф там немножко, ну, другого порядка, например, про безопасность, давайте создадим вещи просто про безопасность, да, но под ними будет подписываться бренд, бренд будет на этот деньги давать, грубо говоря, да, в таком качестве, да, это очень круто, это интересно, потому что получается такой арт, как ни странно, но который в том числе имеет своего инвестора. А какой-нибудь фэшн, вот я сейчас смотрю, вот эти все большие журналы, типа ВОК, там и прочее, они сейчас, многие фотосессии делают тоже в таком, каком-то необычном формате, а тебя такое не интересует, какое-то... А фэшн съемка, да, фэшн съемка это отдельное направление, я на самом деле по нему только немножко черканул, то есть, как бы, вот, например, есть рекламная съемка, есть графические дизайнеры, есть киношники, есть кто-то, есть фэшн съемка, это совершенно разные армии. Фэшн съемка имеет своих героев, имеет свои правила, очень часто это продвижение совместное вместе с всевозможными брендами одежды, с журналами, журналы, кстати говоря, насколько мне известно, часто мало платят денег за те или иные там фэшн съемки, да. Я знаешь, чего я тебя еще хотела спросить? А вот ты на кого-нибудь ориентируешься в своем творчестве или ты такой вот флагман вот в этом, в этой области, которую ты... Ну вот, да, 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 ну, безусловно, у меня есть определенное количество персонажей, которые, скажем, я могу считать их некими фаворитами, да, фаворитами с точки зрения визуального стиля, в том числе как раз, например, я могу сказать тот же Ля Шапель, Дэвид Ля Шапель, я могу сказать, конечно, один из первых, которых я в таких случаях люблю, да, это Эрвин Олаф, голландский автограф-хаворитовщик, который долгое время работал сначала для рекламы, у него были совершенно удивительные... Да, при этом там сначала было какое-то у него творчество, но получил известность именно в рекламе. Вот, это были совершенно такие креативные вещи, но по брифу. Вот, они были очень здорово, собственно, и снятые, но это такие немножко глинцевидные вещи, вот они опять же на грани с фэшн уже были, да, то есть это такая рекламная съемка, которая уже немножечко наслаивается на фэшн-съемку, а фэшн-съемка подразумевает акценты на образах, акценты на одежде, акценты на мейке, то есть это некий такой сдвинутый акцент, может быть, даже идея фэшн-съемки, она сейчас тоже есть, сейчас она, кстати говоря, очень сильно перемешивается и размывается, то есть сейчас, например, уже достаточно долгое время популярны такие нарочито небрежные какие-то вещи, но это все очень нарочито, то есть это не потому, что небрежно, потому что фотограф плохо снял или не продумали, а именно такая лайфстайл-стилистика, да, вроде бы, вот, при этом, безусловно, очень расширились какие-то инструменты креатива, работа с цветом, работа с, ну, опять же, с образами, ну, вот опять же говорю, если возвращаться к Эрвину Олафу, Эрвин Олаф в том числе занимается очень крутыми арт-проектами, их привозили уже, Ольга Свиблова привозила, привозила его раза два, по-моему, в Москву, в Эрарте была его выставка в Питере, вот, и вообще, на самом деле, это очень крутой чувак, и, честно говоря, вот во многом я ему и завидую, и, ну, как бы, я где-то им вдохновляюсь, хотя сейчас у меня есть тоже какие-то подвижки, когда, наверное, мне хочется еще и что-то другое посмотреть, очень интересный человек Грегори Грюсон, это тоже такой персонаж, по-моему, американский, если не ошибаюсь, фотограф, человек, который организует такое мини-кино для каждой фотографии, то есть, и в Гагасяне его, соответственно, работы продаются, у Гагасяна и во многих других галереях, это тоже очень крутые полотна, они в основном как будто застывший кусок кино, а от них прям веет какой-то, я даже не знаю, какой-то, ну, вот какой-то триллером каким-то, что ли, да, вот, при этом он, насколько мне известно, очень часто даже на кнопку фотоаппарата не нажимает, то есть, у него есть человек, кто нажимает, у него огромное количество бутафоров, они выстраивают кусок деревни, они делают целый пожар, там нанимают кучу народу, то есть, это реально, ты смотришь, когда я смотрел его бэкстейджи, я офигевал, потому что, ну, то есть, это реально как будто кино, просто кино реально, вот, а на выходе из этого, в кавычках, кино, да, там всего, допустим, там 5 или 10 кадров, очень крутых, очень выверенных, там просто нет случайных деталей, но случайных деталей не с точки зрения, что они лишены жизни, нет, там просто, вот опять разобран реальный мир, вот, который мы наблюдаем, он разобран на запчасти, и дальше каждый кубик выверен, он что-то значит, и то есть, получается, что мы в такой работе видим фактически такой сон, то есть, не то, что увидела, вот в этом плане, кстати говоря, сейчас, вот какая мысль, сейчас очень модно говорить, типа, фотошоп фри, вот я не обрабатывал, вот там без фотошопа, не ретушировал, ничего, как замечательно, вот, я к таким вещам отношусь, почему очень скептически, потому что люди, ну, просто тупо передергивают, все дело в том, что вы все равно снимаете, допустим, если речь идет о фотографии, на телефон, у телефона есть определенный алгоритм обработки изображений, когда вы говорите, что я не применяю фотошопа, ты все равно уже чего-то применил, то, чего заложено в алгоритме этого телефона, это никакая не чистая фотография, это не то, что получила матрица, ты же не выложил там этот RAW файл, грубо говоря, да, вот, ты же не выложил нули единицы, вот, телефон получил нули единицы, если ты такой честный, блин, выложи нули единицы, да, кому это нафиг нужно будет, да, то есть, это такое лукавство, вот, просто вопрос заключается в том, что фотошоп, это как, я не знаю, как, ну, как ракета ядерная, да, ну, или, не знаю, какой-то мощный инструмент, если ты будешь этим мощным инструментом фигачить по мухам, ну, да, это получается кошмар, если ты не умеешь им обращаться, да, это будет кошмар, здесь очень важная мысль, на которую я хочу сделать акцент, для чего мы применяем тот же фотошоп? Мы видим, не то, что мы видим, мы видим то, что создает наш мозг, то, что он хочет нам рассказать, да, это наши стереотипы, мы, в реальности, у нас макулярная область в сетчатке очень маленькая, вот, в реальности, я сейчас вижу там буквально там несколько миллиметров, все остальное, вот сейчас, что мне кажется, что я вижу, это уже то, что я помню, то, что здесь сейчас находится, или здесь, или здесь, Это нет этого сейчас, это то, что я уже помню. И получается, что картинка, плоская картинка, напечатана она или она на экране, это уже кастрированная вещь относительно тех органов чувств, которые у нас есть. Мы не чувствуем в картинке ни вкуса, ни запаха обычно и так далее. Поэтому наша задача архивировать в двумерное, допустим, изображение и запахи, и вкусы через какие-то триггеры. То есть, почему приглашаются для рекламной съемки эти фуд-стилисты? Например, мы снимаем клубнику. Если мы просто положим ту клубнику, которую мы покупаем у Ашота, например, очень она вкусная и замечательная, а если мы ее просто положим на картинке, мы не будем чувствовать ее запах, она будет невкусной, она будет какой-то серо-красной какой-то хренью. Потому что наша камера без фотошопа, извините, она будет выглядеть, ну, какая-то серая хрень лежит, еще мы ее не подсветили красиво. Там не то, что вкусно, там будет не пойми чего, пятно какое-то будет. И дальше. Для чего нужен в данном случае мастерство фотографа, осветителя, бутафора? Для того, чтобы в картинке сделать архив, чтобы мы, глядя на эту картинку, у нас слюна потекла, мы смотрим, какая она вся блестящая, какая капелька там течет. То есть мы оперируем образами, визуально-смысловыми. Вот именно в этом заключается, на мой взгляд, задача в том числе и фотошопа. В том, чтобы в изображении создать то, или усилить эффект, или гипертрофировать то, что является нашим восприятием, или то, как мы хотим видеть. Человек не умеет летать, но мы взяли его левитирующим, изобразили. Потому что нам так приснилось. Нам приснилось, что мы летали. Как это иначе показать? Ну, можно подпрыгнуть. Но ты в фотошопе можешь создать ту или иную вещь, которая будет передавать твою мысль, твою фантазию. Она будет ее визуализировать, она будет ее делать доступным людям, чтобы ее, если даже не поняли, то, по крайней мере, как-то соприкоснули. Это еще один язык. Вот и все. А другой вопрос, да, то, что абсолютное большинство людей это просто передергивает. И берет этот фотошоп в силу того, что это сложный инструмент. Это космический корабль, в нем много-много разных переключателей. Если вы будете ими вот так щелкать подряд, ну, как бы, вам будет только интересно, когда двигатель включается, и двигатель выключается. И вот вы будете фильтр сделать, а, там, все черное, а, все яркое. Ну, я вутрирую сейчас, да. Вот, поэтому люди скатываются к Инстаграму, например, и у них есть там 10 настроек, да, винтаж, черно-белый, такой-сякой, и дальше от этого прутся. Потому что им просто проще это, ну, принять и объяснить самому себе, как, не знаю, автоматическая коробка передач. А реальное здесь в данном случае мастерство, которое, к сожалению, часто, ну, люди либо не понимают, либо неохота уже этим морочиться, оно как раз требует очень глубокого погружения для того, чтобы потом, знаете, когда у нас идет вот точка упрощения, вот мы простые сначала от своей, ну, как мы-то, не знаю, маленький ребенок родился, он вообще такой от невежества своего, он болванка еще, да, он простой, да, он простой. Дальше он начинает на протяжении жизни усложняться, 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 и большинство людей остается в какой-то фазе усложнения. Но самый кайф, конечно, прийти снова к упрощению, но посредством уже отсечения лишних вещей, когда мы реально понимаем, что вот эти вещи мешают, мы на чем-то уже можем сфокусироваться. Касаемо там работы с фотошопом, то же самое. Мы сначала думаем, о, сначала все сложно, потом, о, какие-то вещи мы можем, вот и нас захлестывает это все, нас захлестывает обилие вот этих инструментов каких-то странных и все, мы их начинаем пичкать, 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 все. И вот дальше мастерство – это взять это все, отбросить, просто точно как снайпер, ну в идеале, да, как снайпер сюда, это, это и сделать, вот здесь и здесь. И последнюю мысль скажу. Очень хорошо, когда фотошоп учит нас мыслить алгоритмически. То есть мы видим некую задачу, и в данном случае мы выстраиваем определенный алгоритм, наверное, плюс-минус любой художник так или иначе это делает. Неважно, пишет он красками, лепит он из глины это, или из бронзы делает, или в фотошопе это делает. У него уже, когда он обладает определенными навыками техническими, творческо-техническими, он примерно представляет, куда все это движется. То есть он фокусируется на своей мысли, а мозг уже за счет того, что нейронные связи там уже собраны, он технически понимает, что здесь у меня лежит, не знаю, там какой-то скребок, здесь у меня лежит такая-то кисточка, здесь такая-то краска, здесь такая-то. И фотошопе точно так, я знаю, где у меня что лежит, я знаю, как выстраивать алгоритмы для того, чтобы решить ту или иную творческую и техническую задачу. Вот это, мне кажется, очень круто, но к этому нужно осознанно идти, в том числе, но при этом очень важно, выбирая вектор. Все-таки ты человек-услуга или все-таки ты ищешь в этом некое свое высказывание. Можно запараллелить, но тоже, наверное, рано или поздно придется где-то ставить у центра тяжести больше акцента. Ну тут получается, что даже слова есть разные. Есть фотограф, а есть фотохудожник. Получается, что ты фотохудожник. Очень похоже, вот я когда акварели рисую, если ты в акварели предварительно не сообразишь, какие шаги ты делаешь. Там же то же самое, как в фотошопе, послойная работа. И предварительно, когда ты учишься, ты на листочке пишешь, там, первое я делаю это, второе я делаю это, третье я делаю это. Если ты это не напишешь, то ты просто испортишь весь рисунок, потому что, господи, что же, у меня все высохло, и я ничего не успела. Вот, и это как раз задача художника в голове, простроить такой алгоритм. И у тебя тоже получается аналогия такая же, как у художника, ты простраиваешь этот алгоритм и используешь фотошоп как палитру, ну, группа. Конечно, да. Только не краски, а набор каких-то приемов и инструментов. Да, я даже добавлю еще вот что, что в силу того, что фотограф очень часто, он как бы останавливается на процессе фотографии. Ну, он добавляет, может быть, какую-то ретушь, там, кожу притушировать, да, чуть-чуть. А здесь же для меня получается, просто, смотрите, значит, работа с людьми в данном случае, она тоже входит в эту алгоритмизацию. То есть в тех работах, которыми занимаюсь я, я начинаю алгоритмизировать все на этапе идеи. То есть я решаю, вот, как сделать эскиз, что можно снять, что можно дорисовать, какие объекты необходимо, ну, допустим, там, человека необходимо пригласить, в каких ракурсах его снять, а что можно потом достроить в фотошопе. То есть я выстраиваю, получается, этот алгоритм еще до фотошопа, когда, вот, как ты говоришь про акварель, то есть, но в данном случае моими кубиками в том числе являются и даже те специалисты, те люди, которые будут вот участвовать на разных этапах, собственно, ну, в создании вот этих вот этих элементов, да, из которых я потом уже собираю вот это вот законченное такое мини-кино. Да, да, здорово. Слушай, а вот этот вот, недавно буквально приезжал к нам в братья Люмьер, это не вот тот, про кого-то рассказывал, который пожары делает ради нескольких... Это был не Грегори Грюсс, он сейчас у меня вылетел из головы, он в основном такие... Какой-то скандинавский, что ли? Да, 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 примерно принцип у него тот же самый. Мне сейчас вылетел из головы, я обязательно потом напишу, мне постоянно пишут Дэйв Хилл, но это не Дэйв Хилл, это другой человек, он тоже очень известный человек, именно в жанре такой вот сложной коллажной фотографии, вот, и выглядит действительно это очень здорово, если ты была в братьях Люмьера, ты видела большие его распечатки, это тоже, конечно, мир, да, это, конечно, такой мир фантазий, и, безусловно, вот он уже вышел, в принципе, в стадию именно такого арт-персонажа, то есть... Я посмотрела, там у него висели вот эти вот еще экраны, и там было показано вот это, его работа по шопе, там ее достаточно много, да, то есть он не только декораций, ну, мне кажется, похоже у вас с ним немножечко... Похоже, 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 немножко другие акценты уже непосредственно в самих сюжетах, но принцип и подход, и мышление, оно, безусловно, похоже, вот, но я очень рекомендую еще раз вот Эрвина Олафа посмотреть, потому что, наверное, с точки зрения... Вот этот чувак, опять, блин, вылетел из головы, вот, он немножечко отходит от людей, для него люди немножко меньше важны, а вот, например, для меня, и вот для Эрвина Олафа, да, вот сейчас я сравнил, вот, для нас очень важны люди, то есть это наши, это не только наши герои, это наш двигатель, это наше топливо через людей, в том числе для Грегори Грюсона, да, вот, почему мне вот нравится именно... Я их, тоже Ле Шапель, да, Дэвид Ле Шапель, вот, именно потому что для нас очень важны люди, как те элементы, с помощью которых мы можем доносить вот эти вот наши мысли, да, через них. Это не значит, что мы прям раскрываем, это вот не совсем тот авторский портрет, когда мы пытаемся найти вот ту неуловимую искру, которая есть в актере Петрове, например, там, или, не знаю, в Ксении Собчак, или в ком-нибудь еще. Вот, немножко другое, мы людей превращаем в актеров все-таки, да, и люди в данном случае, они помогают нам донести то или иное видение, тот или иной мир, в том числе тех или иных героев. Но создать именно мир, создать тот фантазийный мир, который почему-то мы не можем себе удержать, ищем способ, как ему дать прорваться. Спасибо большое тебе, давай потихонечку будем закругляться, мы уже полтора часа беседуем, вот, я, правда, сейчас пытаюсь понять, как мне это выключить. Просто из сети, из сети, из сети, и все, да, это самый правильный, самый правильный вариант, просто из сети выдергиваешь, и все, и вся коммуникация исчезает. Ребят, всем спасибо большое, извините, если я, может быть, что-то не смотрел, не отвечал. Ой, подожди, подожди, стой, 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 тут в чате пять сообщений, которые я не видела, так. А, все, Елена тут все, это, ответила, все, отлично. Так, а куда нам попасть, чтобы получить твою презентацию? Давай, может быть, вы вышлете, я вам ее вышлю, также, я думаю, что можно на моей страничке в Фейсбуке ее будет, прям, я выложу, прямо на обложку, на обложку в Фейсбуке, это Facebook слэш Владимир Бероев, вот туда заходите, у меня прямо на обложке будет ссылка куда-нибудь на облако, и там можно будет просто ее PDF-очку скачать. И плюс у вас, можно будет вот так же вышли, да, то есть прямо с обложки, прямо с обложки у меня там, ну, полнедельки точно повисит эта ссылочка туда, хорошо? Спасибо тебе большое, да, за счет. Взаимно спасибо за внимание, да. Все, пока-пока. Все, хорошего вечера и будем все здоровы. Пока-пока. Пока-пока.